Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Эфир, Правда Целители. Мы говорим о здоровье и тема «Я здоров? Я абсолютно здоров?». Пример консультации, где вот поразвучал такой важный уточняющий вопрос. Значит, на первичной консультации, надеюсь, что скоро у меня появятся все-таки коллеги-целители, которые на себя возьмут вот такую первичную консультацию, а я смогу заняться чем-то более интересным, больше метафизикой, например. На первичной консультации мы просматриваем различные инфекционные агенты, проверяем на наличие инфекционных агентов, минералы. И вот пример консультации. Мы, в принципе, нашли только внеклеточное простейшее, там три вида, но светятся они слабо достаточно, два из семи поражают мочевую, половую систему, желудочно-кишечный тракт. Ну, это слабенькое такое, латентное как бы их состояние. По минералам там не было острого негатива, микробиота работает, по витаминам прореканий пока нету, и острые нехватки по какому-то минералу нету. Вещества, которые вырабатывает микробиота, а это не менее 723 веществ всего, если брать всю микробиоту, не только желудочно-кишечного тракта, нету острого негатива. И, в принципе, посмотрели мы там и по метафизике, есть подключенные каналы, посмотрели вот на каком уровне, и когда они начали светиться. Ну, а вообще на физическом уровне вот человек услышал, что толком-то вроде бы ничего не нашли. И меня переспросили, что значит я здоров. Ну, мне пришлось вот как часто констатировать, нет, извините, вы нездоровы. И я нездоров еще пока, и не восстановлен, и вы тоже. И здесь, да, проблема тут не в каких-то там простейших. Задавить их тут можно, в принципе, и народными средствами, и легкой фитотерапией. А если ее продолжать, то они, в принципе, не поднимут особо голову. И вот здесь по фитотерапии, ну, тут, видите, совсем чуть-чуть мы назначили. Как бы, и то это не только по простейшим. Тут и связано с варикозом проблемы там, и вот. Но почему, почему нездоров? Вот посмотрите, человек родился с клеткой 8,5. На самом деле я знаю людей, которые рождаются с кислотно-человечным показателем 8,7, и 8,9, то есть это уже заниженный показатель, как я понимаю. И с каждым поколением новым все более закисленнее рождаются детки. А сейчас у человека 6,27. То есть, среда и клетка были раньше при рождении все-таки щелочнее крови. Кровь у нас 7,42, 7,48, как нам рассказывают, да. А сейчас это 6,27. То есть, среда, она еще кислее, чем внутриклеточное пространство. То есть, среда будет там, к примеру, ну, не знаю, 6,1. И получается, что среда и клетка стали кислее, чем кровь. Теперь кровь спасается от среды, а не среда помогает крови. Под средой здесь надо понимать и лимфатическую, в том числе, систему, и межклеточное пространство, да, межклеточный матрикс. То есть, уже метаболизм внутренний протекает, то есть, обмен веществ, реакции, протекает в искаженной, в иной среде. И здесь, как бы, уже реакции измененные. Это то, о чем говорил Немовакин, мы закислены. Ну, это меняет, меняет ход реакций, количество образующихся токсинов, шлаков, их мощь. И если мы посмотрим, у человека шлюзы очищения, да, ну, вот основные, это легкие кожи, и особенно важно желудочно-кишечный тракт. Полностью не работают ни легкие на очищение, ни кожи, а желудочно-кишечный тракт всего лишь на треть. Как шлюз очищения для очищения внутренней среды. Это важно, именно внутренней. Если мы посмотрим, превалирует ли очищение над загрязнением, нет у человека. Превалирует именно загрязнение над очищением на физическом уровне. Откуда это? Опять повторяю, основной вклад вот этого загрязнения, вот как весы, представьте, да, вот загрязнение физического уровня идет, а вот очищение. И вот на весы загрязнения основной вклад идет именно вклад токсинов, шлаков, отходов, внутренней среды. И, ну да, здесь не так много всяких инфекционных агентов они добавляют, простейшие, да, вот здесь, например. Но основной вклад это просто то, что человек уже, ну, все равно в возрасте, побладше меня, но это уже в возрасте. И вот этот, да, завод, которому прикрыли трубы и изменили среду внутреннюю, и работа вот на этом заводе идет дефективно. И тут проблема не в том, что вокруг и воздух не совсем чистый. Это вклад процентов 10 извне. Но он и блокирующий, да, даже если еще быть неосторожным с питанием, а здесь человек уже перешел на сыроедение, да, было бы картина хуже. Но вот он ее притормозил, то есть он вот примерно на одном уровне. Год назад у него тоже было загрязнение над очищением где-то 2,6%. Дело в том, что оно работает как маховик. Вот эта вот искаженная среда, она с каждым, по сути, днем и с каждым месяцем, если продолжать блокировать шлюзы очищения и добавлять немножко туда, да, все время, токсинов, ядов, шлаков, важно, что сама-сама вот эта среда, она чем дальше, тем сильнее, скажем так, сама себя убивает, да. То есть это как кредит, который вы взяли, и проценты нарастают. И, по сути, вы все время берете дальше кредит, потому что вы не погашаете его. И, ну, есть такая иллюзия, что ты кому-то скинул это. Вот, в этой иллюзии человек живет, прежде всего, блокируя свои шлюзы очищения, блокируя очищение, ну, патогенной, так называемой пищей, ну, и какими-то другими наркотиками. Ну, лучше всего тут хорошо работает именно вот блокирующая пища. Это вся термически искаженная, и животного происхождения, да даже и сырая, тяжелая, белковая, углеводная, жировая. Потому что орехи, это не только белок, например, даже сырые. Это концентрат и белка тяжелейшего, и тяжелейших углеводов, и сложных углеводов, и жиров. Опасно для человека, да, о чем даже вот сыроеды сейчас некоторые жалеют по поводу орехового масла, например, как Виктория Бутенко, вот, как бы, и вообще, измеряя у человека, например, степень восстановленности, там, 26% от 100%, ну, да, я упал в свое время до 12%, и сейчас поднялся только до 87%, и ищу идти, идти. Это за более чем 3,5 года мне удалось. Но, как бы, путь отнюдь не закончен, и я нездоров, и человек совсем нездоров. Среда нездоровая. А то, что там нету именно каких-то страшных инфекций сейчас, ну, пока нету, можно держаться, адаптационные возможности организма позволяют. И то, что, на самом деле, человек в переконсультации жаловался очень на многое. А когда мы стали копать, что там, например, ну, человек думает, что у меня грязная печень, у меня же там вот венки, да, есть на ногах. Но, во-первых, надо отличать венки и сеточки. Сеточки от токсинов вены вспухают из-за того, что, да, нарушено, как бы, есть поражение стенки венозной, то есть идет давление повышенное, и виновата не сама печень. Кстати, вот здесь у человека функциональность органов, в том числе печени, более 90%. Детоксионная способность печени более 90%. Она хорошая, там, хорошие показатели. Печень-то держится, но уже из-за того, что среда закисленная, да, мы видим это по клетке, это всегда, это вех по больнице, но это все равно не норма. Среда измененная, много уже скопилось шлаков, и есть внутренний токсикоз, хронический внутренний токсикоз. И получается, что пропихнуть, да, я все время это объясняю, у нас есть ролики по варикозу, по сосудам, пропихнуть нормально в клетку питание, особенно под угрозой гипоксии клеток головного мозга, почек, сердца, приходится повышать вот это давление в сосудах, нарушает, выступает лимфостаз, да, из-за токсикоза, из-за нарушения вот кровообращения. Это проблема внутренней среды, и оно как бы светится, как видите, как какие-то, ну, легкие недочеты, там, да, вроде чуть-чуть венки, ну, зуб в заднем проходе. Это могут быть совсем не глисты, а, например, просто токсикоз по геморроидальным вот венам. Организм любит там сбрасывать туда плохую кровь, да, это его такая система вот безопасности, и которая, ну, для человека неприятно, но так спасается сердце, спасается, прежде всего, самое главное, головной мозг, да, потому что до последнего организм бережет все-таки головной мозг. Поэтому, ну, здоров ли здесь человек, ну, и есть как бы там проблемы и с подключениями энергоинформационными, ну, вот, достаточно высокая потребность в водной фазе извне, значит, человек ограничивает себя все-таки в водной фазе, и надо промываться, да, тут вот вроде бы ничего такое серьезное не находим, а вообще, как бы, нет здесь картины здоровья. Более того, динамика это загрязнение над очищением, она, и загрязнение превалирует над очищением, и, по сути, ситуация не улучшается. Я понимаю бы, загрязнение над очищением было бы, бывает, там, год назад 7%, а стало 1%. Да, показатель отрицательный, но динамика, с такой динамикой дальше человек через, там, год, через два, у него уже очищение будет превалировать над загрязнением, то есть он будет отрабатывать не только сегодняшний день. Минус сегодняшнего дня дает все накопленное. Это еще раз, вот, бухгалтеры, да, экономисты очень хорошо меня поймут, лучше, чем я сейчас себя, потому что у меня плохо очень с математикой, с банками. Вот, с банками у меня нормально, потому что я не беру кредитов, это, они, наверное, меня за это не любят. Но, вот, со счетом, может быть, да, у меня не очень хорошо, но вот здесь это напоминает именно то, что у вас есть такая налогооблазаемая, да, кредитообрагаемая база. Вот она с каждым днем растет, она сама себя увеличивает, то есть вот этот вот неотданный, как бы, процент, он опять включается вот в эту базу. То есть, вот я очень хорошо это заметил где-то с 18 лет, то есть, когда мой организм, как и у многих, ну, перестал особенно так сильно очищаться, болезни вроде отступили, а внутренняя среда просто стала, ну, с каждым годом сильно, очень сильно, вот, лавинообразно искажаться, портиться и, как бы, нарастал негатив, который мы также на консультациях можем измерять, нарастал внутренний вот этот негатив. Он, и основное есть влияние на состояние внутренней среды, и там даже не закисленность возрастала, возрастало именно вот накопление структурных ошибок, да, а это мы измеряем, как, пожалуйста, как степень восстановленности, да, вот такой, таким образом здесь, как бы, нет, вы видите, динамики исцеления, и если посмотреть даже сейчас, вот специально у этого человека я посмотрю, какая была степень восстановленности, например, ну, пусть будет 3 года назад, вот 3 года назад у этого человека, значит, сейчас 26, да, процентов вчера было, а 3 года назад там 10 процентов, 10 процентов было, 20, 30 процентов было, 35 нет, 31, 32 нет, 31, то есть, ну, вот, да, старость не радость, то есть, то есть, здесь я даже напишу, 3 года назад, 31 процент, то есть, здесь падение идет, и вот очень важный этот момент, то есть, мы смотрим, нет такого натуропатии, вы сейчас вот, ну, вот, здоровы, все, отпускаю вас, да, как врач, ну, патологии не найдено, да, а здесь надо смотреть динамику, как, в каком состоянии родился человек, да, и какая была клетка, понятно, что функциональность многих органов была на высоте, хотя я измеряю, сейчас вот рождаются, уже есть, ну, снижение функциональности, то есть, уже внутриутробно детки уже попорченные, не сильно, ну, плюс стрессами попорченные тоже, и мамочкой самой, потом молоком, вакцинами, там, прививками, лекарствами, подкормкой, да, и пошло-поехало, и стрессы, 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 все это мы обсуждали, поэтому здесь, ну, не обижайтесь, вот, ну, как бы, давайте смотреть и на консультациях, вот, конкретно в цифрах, как я это вижу, ваше право не верить, не доверять это, ну, у меня есть пациенты, которые владеют биолокацией, перепроверяют, и некоторые говорят, да, у меня тоже 37, как вот и вы, если не совпадают, здорово, давайте смотреть, кто из нас, что имел в виду, какой параметр, потому что параметр можно по-разному задать, кто-то измерил себе клетку 6,8, ну, какую-то клетку нашел самую лучшую, может быть, а средняя 6,3, например, да, и здесь надо перепроверять, смотреть, на что ты настроился, но, безусловно, я не истинно, там, последний, опять же, это взгляд со стороны, лучше всего, чтобы вы учились хотя бы, да, измерять свои вот эти параметры, смотреть, к чему вы идете, потому что, ну, здесь сторонняя информация о том, как надо питаться, там, чем надо лечиться, она очень противоречивая, и она и доводит до ментального истощения, потому что просто все, как бы, друг другу противоречит, эмоционально, как бы, тоже это тяжело, и мешают привязки, и страхи работают, и на ваших страхах пытаются, и на моих работают, да, продавцы различных, там, БАДов, добавок, да и медицина работает на страхе, да, и многие мне говорят, я не хотела, чтобы ребенку делали эти прививки, я не хотела, чтобы принимали мы противотуберкулезные средства, там и не было туберкулеза, но врачи заставили, врачи надавили, как часто я это слышу, да, то есть, ну, вот, у меня что-то подобное бывало, когда в кресле стоматолога мне убивают зуб, и я, ну, не могу его защитить, хотя я понимаю, что там можно было не удалять этот канал, но, то есть, берут, что давайте лучше все удалим, давайте затравим антибиотиками, гормонами, здесь очень важно прийти в такую целостность и защищать себя, свою семью, и такие пациенты тоже у меня есть, ну, достаточно, как бы, уже продвинутые, с расширенным сознанием, да, это непросто и в нашей стране, там, в России, и в других, кстати, странах, в Израиле, и в Америке непросто защитить своего ребенка от, по сути, нападения медицины, да, потому что она в покое и здоровом не оставит, при всем уважении к некоторым и хирургам, и людям науки, которые что-то интересное хотят дать, да, но сама система так работает, и здесь, возвращаясь к теме ролика, нездоровы в данном случае, даже пока нету положительной динамики, но я вам открою кучу карточек, где тоже я скажу, да, пока нездоровы, ну, точнее, представляете себя здоровым, но по цифрам еще нету целостности, нету восстановления стопроцентного, да, но есть положительная динамика, она может быть очень хорошая, очень большой, может быть не очень, да, но динамика, то есть мы, в основном, пока в своей практике, я вижу, вот, оцениваю по динамике изменения показателей, и, в принципе, человек может тоже здесь видеть, что да, да, вот у меня отступили такие-то симптомы, такие-то, но идет чистка, как правило, да, там и кризы очищения портят радость от того, что ты там и на легком питании, и теперь ты на натуральных средствах исцеления, это портит, и мне портит тоже настроение немножечко, все-таки всякие реакции организма, скажем так, по отработке старого, по вот, в процессе этой энергоработы по восстановлению, она тоже непростая, потому что на те же, к примеру, соки, натуральные экстракты, идет там то какие-то небольшие отеки, то могла быть, ну, к примеру, сыпи, то мне писали иногда, ой-ой-ой, у вас там прыщички, там, ну, мало, и много чего еще бывает, да, то есть, то нету, поэтому без обид, нет, нездоров, но все карты вот здесь у человека, например, на руках, пожалуйста, да, младше меня человек, да, по иду я, значит, оселит и другое, я вот как раз, как и пишут, вы такой сильный, вот, надо же, как вам удалось, еще ничего до конца не удалось, во-вторых, уж, ну, какой я там сильный на физике и на эфирке, вот я, в отличие от большинства сыроедных блогеров, там, да, это слабый, слабый, вот, поэтому и опыт-то у меня такой, достаточно, получился серьезным, жестким, отсюда и понимание достаточно глубокое, потому что, там, точка икс, Андрея, счастье, это, вот, просто для меня, ну, это, ну, не то, чтобы смешно, ну, для меня это по пол, пол иксика, да, потому что у меня-то был хороший икс, вот, я сейчас вспоминал, что почти год я был, ну, по сути, вот, ну, около смерти, туда-сюда, чуть-чуть себя, ну, был там даже месяц, где я просто, ну, лежал и, я помню, горел рядом трубопровод и я понимал, что я не могу эвакуироваться, я, у меня силы были в день только дойти, донести немножко еды, еда была обычная у меня тогда, кстати, вот, это было не связано с изменением питания, ел очень много, сил не было вообще, дышать не мог, сурфактанта не было, то есть, вот, эта точка икс, да, я ее, тоже по ней прошелся, ну, она связана, естественно, у нее есть метафизические причины, у каждого свои, по-своему, но на физике это деминерализация, потеря белков, жиров, витаминов, а на тонком плане там было энергетические, ну, брешь и подключки, определенные, кстати, вот здесь у человека, да, вот мы вскрыли подключки, ну, серьезные подключения и, как бы, у меня тоже вот, вот, сочеталось такое, то есть, конечно, там можно назвать это и у каждого своя какая-то точка икс, и она, наверное, помогает дальше, более скорейшему восстановлению и не попаданием вот в эту иллюзию, что, ой, да я здоров же, подождите, ну, да, вам и медики напишут, годен, когда это нужно государству, годен на все, все, на войну годен вы, да, а когда это нужно будет для вашего здоровья, то тут вы будете сражаться, как инвалид, когда вот у меня есть родственники, которые там, ну, вот уже там, не знаю, 20-30 лет и более сражаются за диагнозы, чтобы доказать государству, что оно ему должно, да, тут вы бы в схватку, как бы, ступаете, поэтому это все всего лишь взгляд, взгляд традиционной медицины, взгляд другой медицины, да, вон рассказывает доктор из Украины, он и сыроед, батечка, ну, когда, да, вроде для Украины он был нормальным жердяем, он приехал, он там на стажировку какой-то в Китае, ему там, его руководитель так и сказал, ты жирная свинья, и что-то, то ли его ударил, то ли что-то, короче, привел, ну, мозги в порядок, и он занялся собой, и стал похож, ну, хотя бы более-менее на человека, который, вот, думает о своей внутренней среде. Андрей Широков, Клуберная природа целитель, всем счастья, удачи, и поехали вместе, вот, к этой стопроцентной восстановленности, там, там с вами все встретимся.